Районное собрание руководителей началось с лекции о декабристах Дмитровского уезда. В этом году исполняется 190 лет восстанию на Сенатской площади. Лекцию зачитала научный сотрудник музея-заповедника Дмитровский Кремль Людмила Фатуева. Далее собрание продолжила начальник территориального отдела номер 3 Госадомтехнадзора Кристина Говорова. Ее доклад был посвящен схеме закрепления уборки территорий. Данная схема определяет границы, принадлежащие физическим и юридическим лицам. Такое понятие, как схема закрепления, было введено с 1 июня. На сегодняшний день все городские и сельские поселения должны были утвердить данную схему. По словам Кристины Говоровой, после очередной проверки были выявлены поселения, где эти схемы работают хорошо. Это Деденево, Сеньковское и больше Рогачевское. А вот Костинское, Некрасовские и Икша значатся в числе отстающих по данному вопросу. Что касается городского поселения Дмитров, то в микрорайонах Марково, Аверьяново и по улице Космонавтов было установлено, что ряд хозяйствующих субъектов не знали границы своих территорий уборки, указанных в схеме закрепления. За ноябрь месяц сотрудниками Госадомтехнадзора по Дмитрову было проверено 110 объектов, выявлено 78 нарушений. Административный штраф за данное нарушение от 50 до 150 тысяч рублей. Следующим докладчиком стала Ольга Долгова, первая заместитель главы администрации Дмитровского района. Она рассказала о рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления Московской области. Этот рейтинг складывается из нескольких показателей, к примеру, оказание государственных федеральных услуг, эффективное управление и так далее. По каждому показателю Ольга Долгова упомянула те городские и сельские поселения района, где он выполняется не в полной мере. Глава района Валерий Гаврилов настоятельно порекомендовал всем главам отнестись к этому вопросу более серьезно и исправить те недочеты, на которые обратила внимание Ольга Долгова. О губернаторском интернет-портале Добродел, который с 1 октября нынешнего года перешел в полный рабочий режим, рассказала Елена Панкратова, главный специалист отдела по работе с обращениями граждан, организации и обеспечению документа оборота. С его помощью граждане могут оперативно сообщить о какой-либо проблеме и оперативно получить ответ, дать оценку работе органов местного самоуправления или высказать претензии или поблагодарить конкретного ведомства или работника. Для того, чтобы создание направить свое обращение, нужно зарегистрироваться на сайте портала и после адресации пользователям будут предложены три раздела, выразить благодарность, нести предложение и сообщить о какой-либо проблеме. С 1 июня по 30 ноября на портал Добродел поступило 270 обращений жителей Дмитровского района. Самые актуальные темы это дорожное хозяйство 99 обращений и ЖКХ 54 обращения. О мероприятиях в новогодние каникулы рассказала Елена Виноградова, заместитель главы. 237 новогодних рождественских елок планируется провести по району в период праздников. Задействованы многие учреждения культуры, спорта и по работе с молодежью. В завершении районного собрания руководителей Валерий Гаврилов провел небольшую церемонию награждения. Почетным знаком Московской областной думы была награждена Татьяна Довженко, начальник управления образования. Благодарственное письмо и юбилейный знак торгово-промышленной палаты Московской области глава вручил Елене Трошенковой, первому заместителю главы администрации района. Можно искать картинку.